Скоро страна отметит еще один праздник, День защитников Родины. На проводимых в связи с этим встречах говорится о царящих в стране мире, спокойствии, гарантом чего во многом является национальная армия. Она стала подлинной школой мужества и патриотизма, закалки воли и характера молодежи, формирование в ней высоких человеческих качеств. Отныне ответственность не только за военно-патриотическое воспитание, но и в целом за формирование гражданской позиции молодого поколения возлагается на представителей местной власти. Новыми полномочиями наделены хакимы районов, городов, областей, которые возглавят военно-административные секторы, создаваемые в рамках нового указа президента. В повестку дня заседания с участием представителей Министерства обороны, правоохранительных органов, ведомств, общественных организаций вошли также вопросы дальнейшего развития инфраструктуры военных городков, учебно-материальной базы военных полигонов, создание социальных условий для военнослужащих и членов их семей. Обоснованно, лаконично, опираясь на мониторинг, проведенный в воинских частях, военно-образовательных учреждениях, профколледжах и академических лицеях, выступившие говорили о необходимости строить работу системно и поэтапно. На кону будущие страны, молодежь, составляющая 40% населения. Это свыше 10 миллионов граждан. В этом контексте речь шла о принятых в 2017-м важных государственных решениях, направленных на заботу о молодежи. Немаловажная роль отводится представителям военной профессии. Тем, кто, присягнув однажды на верность Родине, народу, президенту, вполне может быть ориентиром для юных патриотов государства. Как прозвучало, сегодня как никогда важно расставить правильные акценты в воспитании духовно крепкого молодого поколения, которое составляет основной контингент претендентов на поступление в армию. Сегодня, когда мы участвуем на разных мероприятиях, когда наши военные говорят, что служу Республике Узбекистан, мы видим у молодежи стремление быть военным. Ту искорку, которая в дальнейшем, я думаю, будет служить нашему народу. И сегодня Союз молодежи Узбекистана перед собой поставил тоже ряд задач. До 14 января создать во всех воинских частях свои первичные организации, организовывать неоткрытых дверей. И этим путем воспитывать у молодежи военный патриотизм. Конечно, в первую очередь, это военно-патриотическое воспитание населения, молодежи, а также повышение боевой готовности вооруженных сил, повышение взаимодействия между органами власти, силовой структур для выполнения поставленных задач верховному главнокомандующему. На заседании решены организационные вопросы. Утвержден список должностных лиц сектора. Определены их функциональные обязанности. Отработаны алгоритмы выполнения поставленных задач. И, как неоднократно подчеркивалось, работа должна быть системной, не для формальной отчетности. Нужны конкретные результаты. По итогам обсуждений были приняты две дорожные карты. Одна стратегического характера, рассчитанная на перспективу. Вторая с расчетом на решение актуального уже в этом году. Словом, все те, кто будет координировать работу по патриотическому воспитанию граждан, одновременно несут ответственность и за укрепление обороноспособности государства.